Партнер программы сеть детских клубов Ну вот, все и в сборе. Здравствуйте, ребята! Привет! Давайте присядем с вами. Меня зовут Света, а в гостях у меня сегодня давайте знакомиться Даша и Ярослав. Ребята, вы оказались в стране безопасности. Это удивительное место, где с вами никогда ничего плохого случиться не может. Мы с вами будем учиться правилам безопасного поведения практически в любой жизненной ситуации. И эти же правила мы постараемся объяснить нашим телезрителям. Это раз. И второй момент. Очень приятно. Это конкурс. А поэтому в конце четвертого игрового дня победитель получит приз. Впрочем, тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Ребята, вы уже 15-я команда Ярослав, которая вступает в борьбу в стране безопасности. И наш конкурс длится 4 дня. В конце каждого игрового дня мы будем с вами подводить итоги. И знаете, что, ребята, игра предыдущих всех игроков показала, что победу можно вырвать даже на финишной прямой. А вы, Ярослав, Даша, готовы бороться? Да. Хорошо. Тогда я предлагаю незамедлительно приступить к нашему первому испытанию. Темой всех наших 4 игровых дней будут правила поведения в экстренных ситуациях. А если более точно, то при возникновении пожара в разных местах. И первый наш конкурс тоже, так или иначе, будет связан с пожарами. Мы с вами будем отгадывать загадки. Вот условия этого конкурса. Я вам читаю загадку. Отгадку вы ищите на стенде. У каждого из вас свой стенд. Выбираете нужную картинку и на скорость приносите мне. Каждый правильный ответ стоит фишку. Если кто-то из вас справится быстрее соперника, то дополнительно еще одну фишку. В итоге две фишки, либо одну заработаете. Итак, если вы готовы, то давайте начинать. Готовы? Не забывайте, что задание на скорость. Итак, первая загадка. Смел огонь, они смелее. Он силен, они сильнее. Их огнем не испугать. Им к огню не привыкать. Ищем отгадку. О ком идет речь? Быстрее, быстрее на скорость задания. Так, Ярослав справился, ждем Дашу. Кто сильнее огня? Так, Даша решила, что это противогаз. Присаживайся. И речь идет о людях. Кто это, Ярослав? Пожарник. Это пожарные. Не пожарник, а пожарные. Итак, правильно отгадал загадку Ярослава. Это действительно пожарные. Поэтому Ярослав еще был, Даша, ко всему придачу быстрее тебя. Поэтому ему даю две фишки. А ты будешь стараться отгадывать следующую загадку. Договорились? А пока возьми свою отгадочку назад. Прикрепи к стенду. Вдруг тебе еще пригодится. Вешай обратно противогаз. Так, нет, нет, твоя, Ярослав остается, ты сидишь на месте. А мы слышим внимательно вторую загадку. Рыжий зверь в печи сидит. Он от злости ест дрова. Целый час, а может два. Ты его рукой не тронь. Искусает всю ладонь. Побежали. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, верно, ребята. Это огонь. Справились вдвоем правильно. И Даша ответила Ярослав. Даша фишку за правильный ответ. Даша, опять Ярослав оказался здесь быстрее. Поэтому еще одну фишку ему и за скорость. Молодцы. Клади в коробочку, Даша. Третья загадка. Слушай внимательно. Заклубился дым угарный. Гарью комната полна. Что пожарный надевает? Без чего никак нельзя. Побежали. Быстрее, Даша, быстрее, быстрее, быстрее. Даша, я уже за тебя яро начинаю болеть. Без чего никак нельзя во время пожара. Прошу, Оля. Присаживайся. Все, отгадку принесла. К сожалению, неверную. Что это у нас, Ярослав? Это противогаз. Противогаз, верно. Действительно, когда пожар случается, Даша, одевает противогаз, потому что без него дышать очень сложно. И снова Ярославу две фишки. Но у нас, Даша, есть еще одна загадка. И у тебя есть возможность ее отказать. Что за лестница такая из машины вырастает? Поднимаясь выше дома, всем пожарным так знакомо. Побежали. Быстрее, быстрее, быстрее. Молодцы. Ответили абсолютно верно. Что это? Это пожарная машина. А лечь шла о лестнице. Значит, лестница на пожарной машине. Молодцы. Даша, твоя фишка. И Ярослава две. Ребята, в целом вы справились с моим первым заданием. Давайте-ка подведем итоги, сколько удалось заработать фишек. Я уже вижу, у Даши две. Ярослав, ты свои посчитай. Сколько у тебя? Можешь достать, если тебе неудобно так посчитать. Восемь. Восемь целых? Ого-го, молодец. Так, ну, расстраиваться еще рано и радоваться Ярославу, потому что впереди у нас еще очень много конкурсов. Ребята, а вы знаете, что далеко не все ребята знают, как правильно вести себя с огнем. Но есть люди, которые о пожарах Ярослав знают практически все. Как вы думаете, где и кем они работают? Пожарными. Так, пожарными. А где они работают? В МЧС. В МЧС. Самые главные специалисты по борьбе с чрезвычайными ситуациями, а пожар, это как раз-таки такой случай, работают в МЧС. И сейчас я хочу вас познакомить с очень интересным человеком, экспертом по безопасности, по пожарной безопасности, тетей Машей. Она уже готова выйти с нами на связь. Хочу обратить ваше внимание на экран. Ребята, привет! Привет, здрасте! В жизни бывают разные ситуации. Часто не просто неприятные, но и опасные. Даже если не вы устроили эту неприятность, есть шанс оказаться в ее эпицентре. Сегодня мы поговорим о том, как себя вести, если пожар произошел в вашем подъезде. Давайте представим, что вы находитесь дома и почувствовали запах дыма, который доносится с лестничной клетки. Что вы будете делать? Ребят, Ярослав, Даша, что бы вы предприняли в такой ситуации? Я бы завязал мокрым шарфом рот и нос и выбежал из подъезда и начал звать на помощь. А если никого нету, то можно позвать пожарных. Молодец, хорошо. Дашуль, а ты как бы в такой ситуации? Я тоже так думаю, что надо тоже взять мокрое полотенце и обмотать все. Хорошо, давайте еще послушаем, что тетя Маша по этому поводу нам расскажет. Дорогие ребята, если вы оказались в подобной ситуации, поскорее сообщите об этом взрослым. Если же вы находитесь одни, ни в коем случае не выходите на лестничную клетку. Закройте входную дверь и уплотните щели мокрой тканью. Таким образом, дым не сможет быстро проникнуть в вашу квартиру. Если у вас есть домашний или мобильный телефон, быстро набирайте номер 101 или 112. Расскажите диспетчеру о том, что случилось и строго выполняйте все, что он вам скажет. Если телефона нет, то идите на балкон или к окну и приоткрыв его немного, изо всех сил кричите «Пожар!» и зовите на помощь. Ребята, на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. А я желаю вам успехов и победы! Ребята, это еще не все испытания, которые я для вас сегодня приготовила. Сейчас у нас финальный конкурс на сегодня. Он на внимательность и условия его очень просты. Я буду вам читать фразу. Если вы считаете ее правильной, то вы поднимаете зеленую карточку. Если считаете, что она неправильная, то поднимаете красную. Понятно? Угу. Каждый правильный ответ, ребята, будет стоить фишку. К тому же, кто справится быстрее, я дам еще одну дополнительную. Маленькая подсказка. Угу. У того из вас, кто внимательно слушал нашего эксперта пожарной безопасности Марию Александровну, шансов правильно ответить на мои вопросы гораздо больше. Ну что, начинаем? Угу. Итак, первая фраза. Если правильная – зеленая, если неправильная, то красная. Задание на скорость. Итак, я читаю. Если за входной дверью вы почувствовали запах дыма, надо быстро открыть дверь и выбежать на улицу. Правильно. Правильно. Хоть где-то с долей неуверенности, но вы ответили правильно. И здесь Дашуля оказалась чуточку быстрее Ярослава. Поэтому, Дашеньке, две фишки и Ярославу одну за правильный ответ. Держи, Ярослав. Давайте в свою коробочку. Итак, вторая фраза. Если за входной дверью вы почувствовали запах дыма, надо бежать на балкон и попробовать перелезть к соседям. Перелезть к соседям, дети, это так опасно. В коем случае делать этого нельзя, потому что можно, ребята, разбиться. Поздно уже менять зеленую карточку на красную. Все, никому здесь я не даю фишки. Слушаем внимательно следующую фразу. Если за входной дверью вы почувствовали запах дыма, надо закрыть входную дверь и уплотнить щели мокрой тряпкой. Правильно, правильно. Ярослав был быстрее, поэтому Ярославу две фишки и Дашеньке одну. И последняя фраза, ребята, будьте внимательны. Последняя возможность сегодня заработать фишки. Если за входной дверью вы почувствовали запах дыма, а дома нет телефона, то надо бежать на балкон или к окну и, приоткрыв его немного, изо всех сил кричать пожар и звать на помощь. Правильно. Кто был быстрее? Я. На долю секунды, да? Молодцы, ребята. Я очень рада, что вы... Я еще не успела до конца дочитать, а вы уже правильный ответ дали. Молодцы. Значит, слушали, тетю Машу, очень внимательно. Я рада. Ярослав, держи, растет на долю секунды. Опереди Дашеньку, значит, тебе две фишки. Ребята, очень хорошо в целом вы справились с моим заданием. Много чего знаете. Давайте подведем итоги, сколько удалось заработать вам фишек в первый игровой день. Дашенька, считай свои. Ярослав, ты можешь высыпать, у тебя там побольше будет. Считаем, сколько фишек. Дашуль, сколько у тебя? Шесть. Шесть у Даши и у Ярослава. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десятое упало, десять, одиннадцать, двенадцать, целых тринадцать. Так, на сегодня все, ребята. В первом конкурсном дне с небольшим, в принципе, отрывом победил Ярослав. Но делать выводы пока еще очень рано, потому что впереди еще целых три игровых дня. На сегодня все. До встречи в стране безопасности. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok